всем привет с вами ольга чернова моя огородная азбука утро 15 апреля у нас сегодня будет тепло прекрасная солнечная погода я как всегда утренний обзор прохожу смотрю хорошо ли переночевали мои крошечки сразу скажу вот про коли уже возникает несколько вопросов как буду укрывать те которые колями накрыла до укрывать их сложновато сегодня я делала вот так мне в основном нужно прикрыть ту стенку где холодно у стены всегда им холоднее я прикрывала вот так сюда на этот кол уже у меня не хватает у нас сейчас благо стоят плюсы ночные днем тоже жарко все вчера прогрелась я вечером прикрыла захлопнула ее здесь было 28 что ли градусов 8 вечера это от солнца и все это когда тепло когда будет холодно я с этой стороны вот так вот так вот раз и еще один слой нетканой накрою могу накрыть слой нетканый могу просто включить инфракрасные обогреватели и они как раз вот это ну как этот проход это место и нагревают я не думаю что но теперь то уже я не дам им замерзнуть что-нибудь придумаю или буду не тканками накрывать или буду включать но дело в том что у меня специально высажены там же маленькие которые очень долго будут без кольев и вот эта пленка теперь будет на половину грядки конечно каждый день заходишь в теплицу изменения я вот еще специально подошла когда мне сказали что махровые цветы их надо отщипывать просто зрители ну как ошиблись это вот цветок не махровый посмотрите видите у него одно одна сердцевинка и вокруг как солнышком идут листики он просто крупный потому что это крупноплодный сорт когда цветы махровые они вообще как как что вам сказать не знаю как на какой цветок похож ну короче как махровая астра у них вот этой одной срединки нет у них несколько слепленных срединок несколько слепленных цветков и он густо махровый у него не вот так вот не одиночные вот эти вот но у меня есть видео про махровые цветы если найду я в описании к этому видео скину конечно заходишь в теплицу каждый день какие-то изменения тут вот я вчера говорила что они одни стоять не будут я вчера уже натаскалась это им подселенцев более юных видите они совсем маленькие тоненькие такие их даже жалко будут вот здесь они у нас доращиваться и еще начали цвести не только томаты но и перцы сейчас придем к перцам покажу вам тут же у меня были подсаженные как перцами и вчера я уж не стала снимать но я вчера еще увидела что уже расцвел и перец видите такой красивый как ландыш вот скоро вот эти ландыши расцветут и будет у меня ранний перчик по обилию вот этих молодых листьев которые наращивает перец вот эти видите яркие такие салатовые видно что перцам здесь тоже хорошо и еще многие уже сейчас пишут что кто-то у них листья обгрызает одна зрительница написала я думала двое хвостки или мыши а прихватила кошку я хочу показать что у меня сделала надюша она же беременная у нее видать тоже витамины ну как требуются витамины и она нападает еще когда в доме были видите вот эта кошка пыталась обгрызть вот это она вообще по обкусала прям при мне подходит откусывает и жует я ее раз отмахну рукой замахнусь она вот так возьмет голову ну в плечи посидит я думаю вроде успокоилась только отвернусь она опять подскакивает раз баклажан откусит и жует ну короче ей требовалась зелень так что если вы увидите у себя по откусанные вот эти вот листья например перцев или баклажанов возможно вашей кошки не хватает витаминов и она лакомится вот тут тоже так уже разрослись что нужно их подселенцев удалять иначе они начнут мешать основным томатам вот это я тоже хочу тем кто такой метод вот например будет впервые практиковать когда вы ставите на доращивание не упустите момент как только смыкаются листья также как у рассады их нужно срочно изымать иначе они и сами уже в таком взрослом состоянии еще раз у вас вытянутся вот у меня уже начали маленько вытягиваться и они помешают тем хозяевам которые на постоянном месте сегодня буду вот этот крайний ряд тоже посынковать подвязывать тут сержант пеппер так рванул вперед прям тоже большой вот она уже бутончик выкидывает их тоже нужно уже наверное колышком подвязывать короче у меня проблема на улице еще не так тепло чтоб без укрытий а помидоры так быстро здесь выросли вот тоже уже коли я вчера воткнула они здоровые большие все с цветочными бутонами им уже нормальной взрослой жизни начинать жить а я их все в пеленке кута и кутаю вот это обзор за 15 апреля все сегодня буду продолжать высаживать ту теплицу которая начала которая вроде как холодная сейчас сюда зайдем посмотрим там вообще без обогрева не сидят вот и вторая моя теплица которая недосажена тут почему-то на потолке больше конденсата тут я вообще ничего не включаю сидят они так вот высаженные которые два ряда тут и тут и вот эти посредине но сейчас температуру смотрите уже нет смысла тут уже жарко от солнца сейчас открою форточки пойду домой переодеваться и буду досаживать вот этот край потому что следующие ночи будут теплые и как я ну как я подумала как я предположила что можно уже полностью вот эту грядку высадить потому что там следующие дела уже будут дальше там то праздники то еще что ну короче все переночевали и в совсем холодной теплицы и которые с высокими поднятыми грядками растут очень хорошо быстро но и в этой теплице я уже говорила тут молодежь у меня тоже без подогрева тут вот стоит и вот здесь вот все полочки заняты рассадой может быть не будет больше холодных ночей значит она здесь тоже будет стоять постоянно